Ремонтные работы на улице Алексея Толстого ведутся круглосуточно. Отопительный сезон для жителей этих домов пока не наступил. Надеемся на лучшее. Но я думаю, без отопления-то не оставят зиму. Труба дала течь в первый день отопительного сезона. Оперативно приступить к работам подрядчикам помешали старые гаражи и сараи. Когда территорию расчистили и раскопали трубу, она больше напоминала решето. Специалисты муниципальной управляющей компании, она недавно стала обслуживать эти дома взамен прежней коммунальной конторы, решили не латать дыры, а полностью менять трубы не только на этом участке, но и по всей территории района. У нас сейчас на 26 объектах, это где-то было 175 домов. На этих объектах меняется полностью труба от колодца до колодца. Думаю, по крайней мере, на 5 лет мы сможем закрыть вообще эту тему по этим адресам. Износ теплосетей в Самарском районе составляет 90%. Пока без тепла остаются порядка 100 домов. Ремонтные бригады работают на этих участках без выходных. На помощь жилсервису пришли еще несколько управляющих компаний. Общими усилиями все порывы в Самарском районе планируют устранить в течение недели. За первые пять дней со дня старта отопительного сезона тепло было подано более чем в половину домов. Раньше за тот же срок успевали охватить меньше 40% многоэтажек. В этом году, безусловно, нам удалось гораздо в более сжатые сроки осуществить подключение как населения, так и социально значимых объектов. Сейчас завершается, то есть у нас осталось там менее 1% неподключенных домов. В любом случае, пока каждый дом не получит тепло, он останется на контроле. Для всех, у кого батареи еще недостаточно горячей, работает горячая линия. Звонки принимают в районных администрациях и в городском департаменте ЖКХ. Здравствуйте, горячая линия. С начала работы на телефоны горячей линии поступило больше 500 обращений от самарцев. Все они находятся на контроле специалистов. Горячая линия по отоплению будет работать еще несколько недель. Обращаться можно по телефону, указанному на экране.